И так, дорогие друзья, я наконец-то на кухне у нашей Леночки. И сегодня для вас мы приготовим отличную, замечательную, вкусную, ароматную выпечку из нашего детства. Это будет бисквитный торт с масляным кремом, посыпанный орехами. Очень вкусный, с легким ароматом коньяка. Нам нужны будут яйца, мука, немного крахмала, сахар и ванильный сахар. Я расскажу, как мы приготовим бисквит, не отделяя отдельно белки от желтков. Мы будем взбивать целые яйца, но я покажу, как сделать такой бисквит, чтобы он не отличался от того сложного приготовления, когда мы отделяем белки от желтков и взбиваем. Мы сегодня не будем использовать никаких порошков. Мы сделаем настоящий бисквит без разрыхлителя. Это будет чисто натуральный бисквит, в котором будут яйца, мука, крахмал, сахар и ванильный. Все, я в предвкушении. Начинаем? Начинаем. Так, сначала мы... Давайте мне поможем. Яйца разбиваемся. На 6 яиц мы возьмем стакан сахара, неполный стакан муки. А для того, чтобы бисквит у нас был такой упругий, пышный, мы добавим немного крахмала. Только с крахмалом нельзя переборщить. То есть, как мы уже сказали, мы желтки не отделяем от желтков. Лен, а вот моя мама, когда готовит бисквит, она всегда говорит, что продукты для него должны быть теплыми. Так ли это? Я всегда беру продукты комнатной температуры. Очень хорошо будет, когда все продукты одной температуры. Так, я закрываю. Сразу засыпаю сахар. И взбиваем. А ванильный сахар чуть-чуть побольше. Можно взбивать на скорости побольше. Вот так, мы закончили взбивать. Еще не закончили. Еще не закончили. Надо проверить бисквит. Вот когда яйца мы взбиваем, и, кстати, взбивать надо непрерывно, надо просто попробовать вот так вот пальцем. То есть вот... Пока капля капает, он еще не готов. Когда она задержится, вот надо еще минуточку повзбивать. Я высыпала весь крахмал, правильно? Правильно. Здесь уже было нужное количество. Он уже держится на пальце. Теперь нужно, да? Да. Так, дорогие друзья, чтобы получилась вот такая вот, я вам покажу, вот такая вот плотная, однородная, воздушная пена, или масса, как мы можем назвать, нам потребуется где-то минут 12. Мы высыпаем ванильный. Теперь высыпаем муку с крахмалом. Постепенно. Или можно все? Нет, высыпаем. Нам все нужно. Все больше говорят, что бисквит требует церемонии. А у нас так все так просто, можно сказать, натиснет. Это все приходит с опытом, конечно, но есть секреты, вот именно те, которые я показала. Если у нас продукты одной температуры, если мы правильно взбили яйца, хорошо просеяли муку с крахмалом, ее надо обязательно просеять, чтобы... Чтобы не было комков, чтобы насытилась кислородом. Кислородом, да. Мука, у нас нету никаких комочков, посмотри. И перемешивать нужно ложкой так снизу вверх. Теперь мы выливаем в форму. Так. Теперь поверхность бисквита мы хорошо разровняем от середины. Края. Края слегка разгоняю бисквит. Это я делаю для того, чтобы у нас вот этот горбик, который всегда образуется в центре бисквита, чтобы он жил как можно меньше и на его вообще не было. Это происходит от того, что жар сначала схватывает с краев формы, а середину пропекаем позже. И выпекаем 180-200 градусов всегда выдерживать для бисквита. И он у нас печется минут 20-25. А режим верх-низ или обдув? Я включаю обдув. Да. Если духовка без обдува, тогда надо включать и верх, и вниз, чтобы не затеялся. Все хорошо. Сухая зубочистка. Выключаем духовку. Бисквит немного остыл. Мы его вынимаем из формы. Он хорошо подошел, но сердце немножко опал. Он испекся, но это нормально для бисквита, что он чуть-чуть опадает. Да, дорогие друзья, еще хотела обратить ваше внимание на то, что во время выпекания бисквита ни в коем случае не открывайте дверцу первые 12-20 минут, а то бисквит гарантированно осадет у вас. Итак, сейчас мы ножом отделяем. Сейчас какие хорошие формы придумали. Раньше таких не было. А ты пользуешься силиконовую форму? Силиконовая форма мне не очень нравится. Но вообще это хорошая форма. Вот нам нужно окончательно хорошо остудить этот бисквит и дать ему отлежаться несколько часов. Украшать мы будем вот эту сторону. Да, не вот эту глянцевую, а вот эту. И остужать мы его будем на ровной поверхности. Положим вниз его вот этой стороной, которую будем украшать. Вот так он у нас должен остыть. Сколько нужно ему остыть? Ну, в идеале 8 часов. Наш следующий шаг, наше следующее действие. Теперь нам нужно подготовить сироп для крема и для пропитки нашего бисквита. Теперь в кастрюльку мы насыпаем 3 стакана сахара и 2 стакана воды. Когда сироп остынет, мы добавим ванильную эссенцию и немножко коньяка. С этого сиропа мы возьмем и на пропитку, и в крем. Смотри, он закипел и моментально становится позрачным. Тогда мы выключаем огонь и отправляем сироп остывать. Сироп остыл, и теперь мы приступаем к приготовлению крема. Правильно. Нам для этого потребуется масло. Я так понимаю. Сливочное масло. Вот сироп. Сначала мы должны разбивать масло. Масло у нас должно быть комнатной температуры, чтобы оно не было заморожено, иначе будет трудно. Мы вот хорошо можем увидеть, что масло пробилось, когда оно начинает размазываться по стенкам. Теперь вот мы немножечко сиропа налили и начинаем на небольшой скорости пробивать. Эта часть сиропа у нас уже вбилась в масло. Масло снова стало однородным. А я могу ассистировать. Я могу пожать. Стар. Единственное, что я боюсь перелить. Вот смотри, видишь, теперь оно как размазывается. Да, оно становится однородным таким, вязким. А как мы понимаем, что крем готов и достаточно сиропа перелить? Он станет светлым и мягким. В процессе добавления сиропа можно добавить ложечку сгущенного молока. Ложечку чайную или ложечку столовую? Можно столовую. Столовую. Данный этап у нас позади. Что теперь мы делаем? Добавляем. Крем у нас почти готов. Сейчас мы добавим ванильную эссенцию и коньячок. Ванильная эссенция есть двух видов. Есть бурбон ванили, есть бутер ванили. А, вот это бутер. Все, я вот выливаю вот эту весь бутер. Нет, 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 надо, ну, капли четыре, наверное. И теперь коньячок. Коньяка мы много не добавляем, потому что у нас, может быть, и детки будут тушить. Хорошо пробиваем наши добавочки. Чувствуешь, как сразу партнер? Все, крем готов. Все, крем готов. Да. Что мы сейчас делаем с нашим выпеченным и отлежавшимся бисквитом? Сейчас мы его подровняем, разрежем и пропитаем сиропом. Насколько мы частей будем разрезать? Насколько скажем? Мы его разрежем, как мы разрезали раньше, пополам. Вот это тоже нужно научиться. Когда-то я первый раз резала бисквит, он у меня получался кривой, косой. Вот мы разрезали пополам. Светенький, пышный. И теперь пропитываем его сиропчиком. А вот как увидеть, что достаточно сиропа, чтобы он не был слишком мокрым, чтобы не был слишком сухим? Рука почувствует. Вот, посмотри, надо, чтобы вот он весь-весь вот так вот со мной можно. Он у нас пропитается, у нас сироп густой. Если делать жидкий сироп, то, конечно, он прольется прямо до дна. А так он у нас отправится на том месте, на котором нужно. Да. Теперь пришел черед нашего крема. Так. Мы немного берем и осторожно размазываем. Завязываем, как будто бы втираем. Нам надо, чтобы он хорошо прилип к коржу. Только нам нужно следить, чтобы крошки, если остаются на ложке... Чтобы они не попали в крем, да. Накрываем его второй частью. Вот здесь нам нужно хорошо следить, чтобы торт у нас получился ровный. Чтобы не выпирали ни бока, не было косых сторон сверху. Мы пропитываем его. Прямо вот размазываем, гладим. Да, да, тортик надо погладить. Самое главное, наверное, здесь обмазка торта крем сверху, да. Нам нужно следить, чтобы ни одной крошечки не попало на поверхность кремовую. И чтобы он был гладенький-гладенький. Так, зеркал. Да. Количество крема всегда делится на три части. Одна часть идет на украшение, одна часть идет в середину, и одна часть на обмазку торта. И сейчас я заканчиваю обмазку. Приготови, пожалуйста, крошку, которую мы сделали из фресков. Да, у меня крошки немножко больше, я добавила туда просто молотого печенья. Мы обмазали тортик, теперь мы его будем обсыпать. Берем крошку, вот так вот обсыпаем. Обсыпать нужно вот так, чтобы край был хорошим, чтобы рам тоже был. Да, чуть-чуть. А теперь попробуй ты барабанная дробь. Так, там-тарам-тарам-татам. Ага, так. Слушайте, ну совсем не страшно. Вот так растопыть пальцы. Как баскетбольный менеджер, да? И вот... Ох, ничего страшного, ничего. Пизде нужна сноровка. Вот. Молодец! Строжно было, правда. Хорошо получилось. А вот излишки вот этих всех... Это сейчас мы просто смахнем кисточкой. Самое интересное – это украшение. К нему мы сейчас приступим. Сначала часть тортика мы обсыпем нашими орешками. Примерно половину. Я приготовила кондитерские мешки, насадки, краску. Краску будем подкрашивать в крем. Да. Зеленая и красная, да. Мы подкрасим крем. Давай ты сейчас этим займешься. Красители, как мы уже говорили, да, это жидкие. Вот это гелевые красители. Гелевые, считайте. Сухие нужно будет прежде развести или в воде, или в алкоголе. Но вот красители тоже используют. То, чтобы цвета не были такие слишком уж ядовитыми. Да, мне тоже нравятся такие бледные, тонарные. Если крема немножечко постоят, буквально 5-7 минут, цвет станет чуть-чуть ярче. Да, он как бы настоится. Да. Итак, наши краски готовы. Сейчас мы будем творить. Сейчас я сделаю обводочку. Да, можно делать разную-разную. Я покажу не очень сложную. А можно я попробую? Можно. Сейчас. Сюда выводят движениями. Как будто запятую ставишь. Вот, 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 вот. Теперь самое сложное. Теперь розочка. На ложечку. Вдобляю, да. Обратите внимание. Нужно делать не такой ровный срез, как мы делали на листик и обводочку, а немножечко наискосок. Вот, видишь, хорошо. Самое главное, чтобы розочка... Соответственно вот этому обрезку. Да, вот этот уголок, чтобы был свободный. Ну, и в то же время надо следить, чтобы разрез был не слишком большой, чтобы нас отполосулить. Ну, и мне не хватало. Весь крем я выкладываю. Ну, еще ложечку положим. Теперь нам нужна спица, на которую мы будем делать розу. Я взяла вот просто пластиковую кисточку. Чтобы с нее крем не съезжал, я взяла обыкновенную бисквитную грошку, добавила немножко какао и масляного крема. Для того, чтобы розочка не съезжала со спицы, я сделала вот такую массу. Это просто грошка и масляный крем. Немного какао. Теперь я из этой массы делаю такой, типа бутона. Теперь делаем розочку. Смотри, первые лепесточки нужно сделать так, чтобы за нить закрывали. Каждый следующий лепесток начинаем делать от середины предыдущего. Снимаем. И сажаем нашу розочку. Я боюсь, конечно, попросить, можно ли мне попробовать. Я, конечно, занимаюсь в своих силах, но я надеюсь, что, конечно, попробуй, получится. Сейчас я тебе сделаю такую насадочку. Накрываем. Да. И, как мы говорили, прокручиваем. Да. Это плохо, неплохо. Главное, не переборщить. Эх, не будем ни кондитерам. Ну почему не будем так не говорить? Да. Ну смотри, видишь, дорогие, это уже получилась. Первая лепестка. Ой, я малая роза. Все-таки она у меня получилась. И ее мы посадим на торт. Вот так. Лучше такой розовый букет. Да. Теперь осталось посадить листики. И на что тебе будет этот крем? Это специальная насадка. Но можно и дома сделать. Просто из пергамента свернуть кулечек. И острие ножницами отрезать с двух сторон наискосок. Получится. Получится уголок. Да. На, посадим. Я сейчас испортирую. Нет, ты не испортишь. Так, отлично. Теперь вот сюда парочку. Немножко неудобно. Все. Какой торт? Вот даже не хочется ничего говорить. Он сам расскажет все за себя. Правильно. А теперь идем пить чай. Идем. КОНЕЦ КОНЕЦ